Масленица идёт. Ежегодно пожарные приглашают учеников младших классов Видновской школы номер 7 на познавательные экскурсии. Но на этот раз ребята пришли не с пустыми руками. Они принесли масленичные угощения, а сотрудники пожарной части приготовили для детей праздник. Хотим вас тоже поздравить с этой неделей масленичной, именно русским праздником. И мы пришли не с пустыми руками, посмотрите, метану принесли, держите. Вместе с детьми пришёл отец Виктор, который тоже поздравил всех с масленицей. Здоровыми, нарядными, красивыми, настроенными на победу, я чувствую, да? Да. И масленица – это особый период в году. Целая неделя называется масленицей накануне Великого поста. Сотрудники всегда рады приходу детей. К встрече с ними готовились заранее. Так, например, в этот раз они не только вновь рассказали о правилах безопасности, но и приготовили разные спортивные конкурсы. Самым забавным оказалось перетягивание каната. С детьми надо с детского сада начинать уже работать в этом направлении, для того, чтобы это откладывалось в голове. Чем меньше ребёнок, чем меньше ему лет, тем лучше это всё он впитывает в себя. И с возрастом не заканчивать эти занятия, а это делать последовательно. И делать это постоянно нужно, начиная с самого младшего возраста. Не только праздники, а вообще встречи надо проводить несколько раз в году. Так же, как и мы делаем. Осенью обязательно к нам приезжают сотрудники. Затем вот зимой обязательно. И, конечно, перед летними каникулами. Потому что дети уходят на целых три месяца на каникулы. Они должны вспомнить, во-первых, телефоны, по которым можно звонить. Что делать можно, что делать нельзя. Что опасно дома, какие предметы, которые трогать тоже нельзя. Нынешний год объявлен годом культуры безопасности. Поэтому о правилах пожарной безопасности дети услышат ещё не раз. Не только в школе, но и от родителей, и от профессионалов своего дела. Редактор субтитров А.Семкин